Активная фаза работ на ДК стартовала в мае прошлого года. За это время строители уже успели сделать многое. Поменяли кровлю, полы, укрепили несущие конструкции, заменили двери и окна, полностью поменяли все коммуникации. Сделали канализацию наружную, вывели. Потом воды тоже вообще не было. Воду ввели, сделали уличный гидрант для пожарного. И внутри тоже 6 гидрантов поставили для пожара. Электричество тоже полностью заменили. Сделали подземное 35-м сечением. Отопление полностью заменили. Только что привели котлы, еще не подсоединили. Тоже будем соединять. Полной реконструкцией подвергся и зрительный зал вместе со сценой, которую по просьбе местных артистов удлинили и расширили. Большие изменения и на втором этаже. Там будут помещения для танцев и кружков. На этот Дом культуры у нас очень большие планы. Мы задействуем его максимально. Здесь будут танцевальные кружки, рисование кружок, детского пения. Народное творчество будет наш народный хор петь. Сходы граждан. Самое главное – вручение дипломов, проведение массовых мероприятий. По словам строителей, большая часть работы позади. Внутри объект готов на 90%. Что касается наружных работ, то при реконструкции строители постарались сохранить уникальный фасад. По контракту все сроки истекают в декабре, но строители намерены сдать объект гораздо раньше. А у местной администрации на отремонтированный ДК уже большие планы. В Минкульт мы подаем заявку на оформление зала, сцены. Потом подаем на оборудование. Ну и есть программа, по которой, я надеюсь, нас тоже примут. Уже Дом культуры новый и готовый, чтобы показывать здесь фильмы для наших молодежи и для всех жителей. Также по соседству с ДК в скором будущем появится новый ФОК. Участок под него уже отмежован. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией. Эрнест Чуков, Айвар Барануков, Архиз, 24.